Приветствую вас, братья и сестры! Имеющие Слово Божье, откроем место Священного Писания и прочитаем из двух мест. Первое место послушаем второе послание апостола Петра, 1 глава, 19 текст. И при том мы имеем вернейшее пророческое Слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Второе место послушаем записано в послании к римлянам апостол Павел пишет в 13 главе с 11 текста. Так поступайте, зная, что время, наступил час пробудиться нам от сна, ибо сегодня ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, день приблизился, и так отвергнем дела тьмы, обличемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, текст, которым сегодня делится с нами апостол Петр, он говорит о том, что не все хорошо в мире, в котором мы живем. И как можно сегодня сохранить влиятельность свою, не утратив ее в той среде, которая окружать будет нас. Писание предвозвестило и говорит, вот тьма покроет землю и мрак народы, но для детей Божьих будет исключение. Такое же точно по силе, какое люди Божьи переживали в Египте. Был мрак в жилищах врагов, притеснителей их, и был свет у Израиля в одно и то же самое время. Бог сегодня говорит нам о том, что обстоятельства нашей жизни, в которых мы сегодня находимся с вами, они похожи на мрак. И этот мрак огустел. Но у Бога есть рецепт сегодня к нашей жизни. Он сегодня нужен и нашим музыкантам, и нашим певцам, и нашим проповедникам, пастырям. Он нужен всем нам, мужчинам и женщинам. Это очень простое напоминание, братья и сестры. Бог заботится о нас. Почему? Потому что проблема наша не в том, что мы не знаем, а в том, что мы часто забываем. Я забываю, и вы забываете. Очень много людей страдают от того, что они не помнят очевидные вещи. И поэтому Бог Духом Святым напоминает и говорит, вы живете в мрачный период истории. Достаточно сегодня послушать радио, достаточно сегодня открыть новости, и есть все к тому, чтобы упасть Духом. Не так ли? В таком положении находились люди. И когда они находились в самый тяжелый момент жизни, Бог дал им обетование во мраке. Бог дал им что-то в их жизнь. Давайте посмотрим на то, кто они были. Это очень полезно знать, кто были люди, которые получают письмо от Господа Бога, переданное апостолом Петром. Они когда-то были заблудшие. Они когда-то были детьми мрака и тьмы. Они не знали истинного света. И Бог в этих кровешных потемках заботится о них и что-то им дает. Мы с вами прочитали на страницах Священного Писания, что Он дает им свое откровение. У них были достаточно веские переживания от общения со Христом, но Он им дает слово пророческое. И как здесь сказано, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Братья и сестры, Бог не оставил нас один на один со тьмой. Даже сегодня, когда тьма готова нас поглотить, будем помнить о том, что у Бога есть сила для того, чтобы мы остались. Вы помните, как в период мрачной истории сказано было, был человек от Бога посланный свидетельствовать о свете. Он не был свет, был свет истинный, который просвещает тьму. «Во тьме был, и тьма не объяла его». Посмотрите, это сказано о Господе. Сегодня мы дети света, мы дети дня, мы не сыны ночи и тьмы. И у нас есть все для того, чтобы сегодня уйти из дома молитвы, приняв решение встать на этот путь. Братья и сестры, заметьте, апостол Петр передает это послание. И его послание очень простое. Брат, который сегодня говорил перед началом о своем служении, он говорит, это простое. И оно должно послужить большому богатству. Заметьте, какой призыв здесь очень простой. У Петра была проповедь очень простая. Что он делал? Напоминал. Напоминал вещи, которые все они знали. Вы знаете их, и хорошо в этом утверждены. Что же он мог больше предложить им? У него была задача в этих трех стихах с 12 по 15 сказано три раза. «Напоминаю вам». Почему? Забываем мы часто. И поэтому угодно было Господу через этот простой пример пробудить сердца народа. Он напоминал им очевидные истины. Братья и сестры, когда мы приходим в дом, мы должны быть готовы к слышанию слова. Заметьте, еще одна особенность, братья и сестры, как он это делал. Это очень важно. Когда вы придете домой или будете вспоминать это служение, давайте подумаем, как Петр это делал. Постоянно это делал. У него была одна и та же тема. Он пробуждал напоминанием своим чистый смысл в этих людях, что не всегда будет так, как сегодня. Не всегда будет тьма, где она теперь огустела. И он должен был это делать, братья и сестры. Первый момент хочу я сегодня попросить, показав на него. Он делал это постоянно. И ты в своем служении стань постоянен. Сегодня постоянство нужно нашим музыкантам, те, которые прославляют Господа на музыкальных инструментах. Сегодня нам нужно постоянство свидетелям Евангелия. Пребывай в том, чему ты научен, братья и сестры. Как важно это постоянство. Петр был постоянен в этом. Заметьте, несмотря на то, что это очень была простая проповедь, братья и сестры, он это делал с любовью. Я никогда не перестану напоминать вам. Он любил свое служение. Он любил людей, которым он служил. И он говорит, я не перестану это делать. Братья и сестры, как долго он это будет делать? Ну сколько можно говорить об истинах, которые мы знаем и в которых мы утверждены? Ну же, пропилил все нам уши своим словом. Нет, он это делал, никогда не перестану напоминать. Братья и сестры, какие простые слова. Какая избитая тема. Ну какая посвященность. До последнего дыхания буду говорить вам, чтобы по отшествии моем вы помнили. Братья и сестры, мы сегодня в таких людях, которые помнят Господа, которые помнят о нас с вами и которые пекутся о нас, нуждаемся. В верных людях, которые бы могли исполнять свой долг до последнего дыхания. Господь скоро придет. Я хочу несколько слов уделить тем, которые еще находятся в царстве тьмы и мрака. День пришел. Свет наступил. Станьте сынами дня. Уйдите из царства тьмы и мрака, потому что скоро вернется он, утренняя звезда. И настанет день. Но для некоторых из нас он может оказаться потерянным, неиспользованным. Пусть же сегодня. Дух Святой богато работает в сердцах народа своего. Будем ценить то, что сегодня Бог нам дает. Даже если оно маленькое, даже если оно не котируется сегодня в обществе, Бог оставит оценку и знак Твоего и моего служения, я никогда не перестану напоминать вам, зная то, что я должен скоро оставить свою храмину. Братья и сестры, какой удивительный живой пример. Да поможет нам Господь стать носителями его. Помолимся Богу. Аминь.